Возвращаясь домой я ожидала увидеть все, но точно не это. Я снова потеряла веру в человечество. Обычный весенний будний день преподнес сюрприз жительнице российского города. Возвращаясь домой девушка нашла в сугробе маленькую голую собачку, которая находилась на грани смерти. Как она там оказалась неизвестно. Неизвестно и то как она вообще смогла выжить в сугробе. Когда я шла домой, я чудом заметила торчащую из сугроба собачью мордочку. Первой моей мыслью было, собачка наверное мертва. Так как в нашей стране, к сожалению часто, можно встретить трупики животных в общественных местах. Представьте, каково было мое удивление, когда эта мордочка зашевелилась. Я поспешила вытащить ее оттуда, попытаться как можно скорее ее помочь. Самое возмутительное, что ни один прохожий не обратил внимания на умирающее животное, все проходили мимо и спешили по своим делам, не замечая бедной собаки попавшей в беду. Принеся ее домой, оказалось, что это метис китайской хохлатой. Особенностью этой породы является отсутствие шерсти. Шерсть есть только на голове, лапах и хвосте. Собака чудом осталась жива, но проведенное время в сугробе не прошло бесследно, у собаки оказались отмороженными задние лапы и обморожение кожи. После осмотра ветеринарам стало понятно, собаку скорее всего выкинули на улицу, нерадивые хозяева, так как у нее серьезные проблемы со здоровьем. Впоследствии аллергии и отсутствие ухода вся кожа бедной собаки, покрыта коростами и черными точками. Она оказалась очень пуглива, боялась любого резкого звука и даже шороха. Для того, чтобы ее покормить, пришлось изрядно понервничать, потому что она напрочь отказывалась, выходит из-под дивана. На ней были мелкие ссадины, царапины и синяки, такое ощущение, что ее кто-то бил, но я не представляю, как можно ударить такую маленькую собаку, сообщает новая хозяйка. Со временем собака начала приходить в себя и оказалось это очень жизнерадостное и веселое животное. Несмотря на предательство и невеселое прошлое, она продолжает радоваться жизни. Собаку решено было назвать Мира и она уже завела дружбу с другим питомцем своей хозяйке, котом Люцифером. Сейчас Мира проходит курс лечения в ветеринарной клинике и не забывает радовать и благодарить свою хозяйку. Идя домой, обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас, вдруг кто-то нуждается в вашей помощи. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.